всем привет сегодня у нас история лечения одного из наших пациентов почему все-таки называемых пациентов немножко позже но пока конкретно по сути ремонт поступил в источник бесперебойное питание я там 9130 это бесперебойник с двойным преобразованием крайне сложный очень дорогой и в принципе сразу же после разборки после вскрытия обнаружилась печальная картина это черный текстолит взорванные ключи то бишь бесперебойник который реально сгорел который реально взорвался так как владельцем данного аппарата является одна из клиник нашего города мы согласились на его ремонт несмотря на то что мы знали подозревали что ремонт будет непростым и скорее всего в данном бесперебойники на текущий момент не осталось ничего живого почему пациент все просто он из больниц поэтому все аппараты из больницы клиник нашего города мы называем лорда пациентами ну и прежде чем рассказывать вам по поводу ремонта в двух словах схематично покажу вам как же все-таки устроен и дп схематично его можно разделить на три основных узла это конвертер который преобразовывает переменное напряжение постоянное это аккумуляторные батареи и это сам инвертор который преобразует уже постоянное напряжение 10 шины в перемен так как бесперебойник был 2008 года ему практически уже исполнилось 10 лет то вот аккумуляторные батареи были уже неисправны инвертор и конвертер которые собраны на вот этих больших радиаторах это вот как раз те взорванные ключи то черное то все сгоревшие что в нем было ремонт мы начали с демонтажа силовых ключей самых больших узлов которые вышли из строя и сразу же столкнулись с первой проблемой добраться до ключей конвертера было крайне проблематично из-за наличия впаянных плат было принято решение выпаять полностью всю планку весь радиатор со всеми ключами но позже нам все равно пришлось выпаивать из драйвера потому что взорванные ключи и взорванная сила таких бесперебойниках и прогревшие платы это всегда вследствие а причина таких неисправностей это мелочь это мелочевка это драйвера это ключи которые ими управляют и вся их не обязка так как ремонт занял более трех рабочих дней видео от снятого по данному ремонту нас оказалось больше четырех или пяти часов то мы постарались вам показать самое интересное самое основное что вошло в этот ремонт и так после того как мы сняли ключи мы постарались полностью тщательно отмыть плату потому что вот этот черный нагар он очень токопроводящий и в принципе он может служить причиной для дальнейшего пробоя основной ремонт начался с поиска именно причины всех этих неисправностей причина крылась вот в этих маленьких платах которые были впаяны это как раз те драйвера которые управляют силой который управляет процессом формирования самого напряжения ну и как вы помните из наших предыдущих видео мы никогда не рискуем впаивать и собирать все ключи до полной уверенности в том что у нас рабочее управление но в данном случае есть сложности с выпаиванием и впаиванием самих ключей именно на конвертере поэтому мы решили установить всю силу все силовые ключи паять весь этот радиатор но часть ключей просто закрадить чтобы в случае если у нас были какие-то проблемы то сгорела не вся линейка а только половина но если вы обратили внимание в источниках бесперебойного питания на силовых ключах не используется термопаста здесь применяется так называемый термоинтерфейс или термопрокладки это специальная резина которая очень хорошо проводит тепло при этом очень отлично изолирует корпус ключей от корпуса радиатора и так для полноценного тестирования в работу у нас будут включены только половина ключей вторая половина у нас просто закорочена и к ним питание не будет подаваться через мелкие резисторы впаиваем ключи откусываем лишние ножки и проверяем и так на данном этапе мы выполнили ремонт только первой части это конвертера при попытке запуска он у нас уже подает признаки жизни он включается естественно он выдает ошибки он ругается потому что у него полностью отсутствует инвертор там не установлено ни одного ключа но уже в этом режиме уже в таком виде нас есть возможность проверить осциллуром ходные и выходные сигналы проверить управление и посмотреть каком состоянии находится остальные оплаты так как при неисправном конвертере источник беспереводного питания нас просто не подавал никаких признаков жизни он не включался он гировал на включение вообще никак после этого мы приступаем к ремонту третьего узла это у нас инвертор мы впаиваем ровно половину ключей во избежание взрывов или больших потерь в случае неисправности управления и таким образом у нас получается не трехтысячный а всего лишь полтора тысяч на источник бесперебойного питания но при этом он абсолютно будет рабочий абсолютно функциональный и даст возможность полностью проверить его работу во всех режимах и под всеми нагрузками доступ возле инвертора позволяет поставить всего лишь два ключа каждый из которых отвечает за свою полу волну запустить бесперебойники посмотреть как он у нас будет работать на весу данную плату проверить невозможно поэтому пришлось полностью собрать бесперебойник подключить все выходные фильтра и только потом его запускать сейчас Сейчас отключена половина вот этих на конвертере и отключена половина на инвертере. Мы его полностью проверили во всех режимах, под нагрузкой, без нагрузки, проверили зарядку и теперь снова разбираем. К слову, это далеко не автомат калашников, там большинство проводов впаяны, они на разъемах, поэтому банальная разборка-сборка занимает где-то около 30-40 минут. Ну и дальше мы разряжаем все электролиты и снова впаиваем наши недостающие ключи и подключаем и запускаем те ключи, которые у нас были отключены в узле конвертера. Естественно в видео не вошло где-то порядка 10 или 15 попыток запуска, когда он у нас то просто не включался, то выдавал какие-то ошибки, то писал, что ему чего-то не хватает. И естественно каждая такая неудачная попытка, это снова сборка-разборка, снова поиск причины, снова поиск неисправности. Ну то есть это нудная монотонная работа, которая по факту у нас заняла больше трех дней. То есть это один из самых сложных бесперебойников, который у нас попался на текущий момент в данном году. Ну и вот после полной сборки мы его окончательно проверили, уже со всеми впаянными ключами, полностью в собранном состоянии, ну пока просто без корпусной крышки и без морды. Он у нас полностью отработал все режимы. Ну и самый часто задаваемый вопрос это цена ремонта. При стоимости нового бесперебойника больше 42 тысяч гривен мы отремонтировали данный аппарат где-то за 25% от его реальной стоимости на сегодняшний момент. И фактически клиент получает практически новый бесперебойник за четверть его цены, потому что в нем стоят новые аккумуляторные батареи, полностью перебранная и отремонтирована вся силовая часть, вся электроника. При этом мы даем гарантию один год на аккумуляторы и на свой ремонт.